Приветствую вас, методика лечения, значит, это психотерапия, да, можно считать лечения речи проблемами психологическими, если они проявились в определенном периоде и, грубо говоря, не обусловлены какими-либо органическими и физиологическими нарушениями. Можно считать нарушение речи психологической проблематикой. Значит, методика лечения можно назвать следующим. Значит, психоанализ, методика такая самая. Верная, ну и вместе с этим, конечно, самая такая длительная по времени. Значит, анализ взаимодействий или транзактный анализ. Когнитивная психотерапия, терапия поведения, можно так назвать. Вот, это то, что можно использовать. Иногда используют эриксеновский гипноз, иногда используют обычный гипноз и методы нейролингвистического программирования. Специалисты по нейролингвистическому программированию есть у нас. Они на сайте, я имею ввиду. Но следует помнить, что нейролингвистическое программирование, НЛП, практически никогда не устраняет причину. То есть, может снять симптом, да, симптом может быть снято. Вот, причина, она останется и есть довольно большой риск того, что она обязательно, эта причина проявится еще в другом каком-нибудь. неожиданном месте, в другом каком-нибудь неожиданном ключе и так далее. Например, если у вас сейчас есть нарушение речи и эта проблема именно психологическая, то при снятии симптомов, вы перестанете иметь возможность реализовывать свои желания, реализовывать свои какие-то потребности, может быть, да, которые вы сейчас реализуете через вот эти вот нарушения речи. И, соответственно, это появляется где-то еще. Поэтому наиболее эффективно это вот обученные мной методы работы с подобными вещами. Но они требуют времени, они, к сожалению, не быстрые по своей, так сказать, природе. И из-за этого могут показаться недостаточно эффективными. В самом деле для получения качественных результатов требуются усилия и, конечно же, требуется время. Здесь уже зависит именно от вас, готовы ли вы заниматься, готовы ли вы работать над собой. Потому что если у вас есть нарушение речи, это психологическое, то это невроз. Это невроз, а невроз – это вытесненные желания. И, соответственно, можно говорить о том, что что-то, ну а, скорее всего, кто-то заставил вас эти желания вытеснять. То есть, грубо говоря, если вы, допустим, если в период волнения вас, ну, скажем, затыкали, да, то есть, ну, закрывали вам рот, вот, и не давали вам возможности разговаривать. То есть, мы старались подавить вас, чтобы вы, например, не мешали, да, то нет ничего удивительного в том, что сейчас у вас есть нарушение речи, потому что сейчас подавнательно вы хотите сделать это незаметным, подавнательно вы хотите следовать той модели, которую дал вам ваш родитель. Ну, естественно, какая модель, что именно, это требуется еще выяснить в процессе работы, конечно. Ну, если у вас, вот, есть к этому желание, вот, скажем так. Ну, вот, не совсем понятно про микроинсульт, то есть, почему это вы говорите, да, как исключить микроинсульт. Не совсем понятно, почему вы это сказали, психологи не врачи, не медики, вот, и, соответственно, говорить о том, микроинсульт это у вас или нет, лично для меня не представляется возможности, не представляется возможным, потому что, ну, мы не знаем, во-первых, вашей истории, а во-вторых, у нас нет медицинского образования, чтобы вставить в такие, такого рода диагнозы, вот, поэтому я надеюсь, что вы относитесь к этому с пониманием, вот, и, значит, не будете, значит, ждать от психологов модели, модели поведения врача, что являлось бы, безусловно, не совсем верным, вот, ну, по отношению к, именно, ожиданиям от того, что делает специалист. Значит, на этом, в принципе, в принципе, я думаю, можно мой ответ закончить. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались, значит, дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь вам. Ага, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!